Всех приветствую! Как говорится, сливы это хорошо, но настало время узнать официальную линейку игр для подписчиков платной услуги PlayStation Plus в декабре. Озвученная сейчас линейка будет доступна всем подписчикам платной услуги, начиная из 7 декабря. И первая игра из сегодняшней линейки, и не побоюсь этого слова, долгожданный Souls-like проект Mortal Shell. Проект, который является ввиду последних раздач и неким голодком свежего воздуха для обладателей платной подписки. Игра представляет собой экшен-РПГ, который часто сравнивает всеми известной серией Dark Souls. Как и полагается канонам жанра Souls-like, сюжет игры расплывчат с несколькими повествовательными отрывками, намекающими на общую картину. Геймплей сосредоточен прежде всего на преднамеренных жестоких поединках на мечах с множеством жутких врагов, а также на более безумных босс-файтах. Безусловно, Mortal Shell отличная игра именно для подписки PlayStation Plus. Давайте посмотрим объективно тот случай, когда, несмотря на то, что даже если ты являешься фанатом Souls-like сегмента, но покупать за фулл прайс Mortal Shell немного жаба жмет. Ну а увидеть ее по подписке PlayStation Plus это просто маст хэв. Из особенностей хотел бы отметить, игра акцентирована для PlayStation 4 и несмотря на то, что для нового поколения имеется апдейт, скорее всего опробовать его не получится. Но как минимум не повод расстраиваться, так как имеется обратная совместимость. Вторая игра-смесь из двух популярных франшиз – LEGO DC Super Williams. Проект представляет собой семейный платформер с возможностью игры для двух игроков и, в отличие от предыдущей трилогии всеми известной Batman, это первая видеоигра LEGO, которая полностью сосредоточена на злодеях вселенной DC. Также, если рассматривать Super Williams в разрезе предыдущих частей, то игроку предоставляется возможность создания собственного персонажа, который будет интегрирован в историю сюжета. По мере продвижения игроков в игре, новые возможности и настройки будут разблокированы для использования игроками. В итог второй игры – неплохое пополнение библиотеки PlayStation Plus в разрезе подключения дополнительного геймпада и прохождения на одной консоли. Конечно же, LEGO DC не претендует на звание лучшей игры из раздач PlayStation Plus 2021 года, но все же посмотрим объективно, это на порядок лучше того, что мы видели ранее. И последняя, третья игра для подписчиков PlayStation Plus и акцентирую для пользователей на PlayStation 4 и PlayStation 5. Как нас ранее заверяли из рекламных афиш, это такой next-gen проект нового поколения, но каким-то чудообразом он докочевал до PlayStation 4. Как говорится, next-gen next-gen, а продавать игру охота, поэтому в относительно недавнем времени ее адаптировали под прошлое поколение. Прошло фактически чуточку больше одного года, как игроки увидят Godfall в линейке PlayStation Plus в декабре. Если вкратце, Godfall – ролевая игра и действия разворачиваются в обстановке высокой фантазии, расколотой на царстве земли, воды, воздуха, где игроки берут на себя роль одного из последних выживших рыцарского ордена. К сожалению, вынужден огорчить, что, скорее всего, игра не затянет вас на долгое время, так как в большей степени она скучная, монотонная и быстро приедается. В подтверждение своих слов прилагаю рейтинги из метакритики, которые равны 61 балл отзывы критиков и 4,8 пользовательский балл. В итог заключительной линейки игр для подписчиков PlayStation Plus в 2021 году хочется сказать следующее. Не в зависимости от оптимистического или же пессимистического настроя, в целом линейка более-менее нормальная, конечно же, это не 10 из 10, что можно запускать чуть ли не на каждом утюге, но если рассуждать объективно, то 8,5-9 баллов линейка как минимум заслуживает. И, конечно же, озвученная оценка является субъективно моей, а с твоей бы было интересно ознакомиться в комментариях под этим роликом. Дорогие зрители, всем спасибо за просмотр и не забываем подписываться на канал, ставим обязательно лайки и, конечно же, еще услышимся. Всем пока!